всем привет ну что же друзья сегодня у нас будет продолжение видео о расширении на тачке багфаст там где мы заселяли 6 рамочники и сейчас я еду на тот точек и будем словенам раздавать маточники маточники на выходе но прежде чем показать вам как мы там будем работать я хочу затронуть еще такую тему как заселение трех рамочников потому что показал я вам как шести рамочники мы заселяем там заселяем рамка расплода и по сути две ну одна кроющая медовая и 1 тоже полумедовая по сути три рамки в трех рамочниках когда они в одном нуклеусе по три рамки то есть два отделения на две матки то там нас заселение идет только на две рамки 1 рамка с расплодом из пчелой и 1 рамка с формом поэтому давайте я вам сейчас покажу как 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 она в этих нуклеусах происходит ну а вы посмотрите так идем мы на наши трех рамочники где мы заселяли недавно и буду вам показывать вот например смотрите как у нас здесь обстоят дела кстати по краске и из краски спевки вот эта фиолетовая краска самая самая не стойкая нам она вообще не понравилась зеленая желтая белая классно красная нормально а вот фиолетовая вся как бы получилась сама краска не очень не очень хотя опять же с одной стороны он нормально ну вот эти все нормально так вот так у нас смотрите обстоят дела вот так мы заселяем по 6 рамочник на два деления одна рамка с расплодом с одной стороны одна рамка с расплодом с другой стороны они через прогородку по сути друг друга обогревают и никаких проблем нету и кроющая рамка с медом вот мы заселяли недавно вот смотрите как то есть пчелы сколько то есть пчелы 1 улочка две улочки и вот видно видите сколько пчелы с этой стороны накроющей медовой тут точно так же то есть тут пчела уже слетела тут только надо раздать маточник все вот так в принципе в трех рамочниках мы делаем они друг друга греют им вполне нормально комфортно плюс улит теплый ну в шести рамочниках там по три рамки вот что касается заселение трех рамочников вот наш точек шести рамочный трех рамочный тут у нас матки пакеты так ну что же друзья поехали на точек бакфаст будем раздавать там маточники и отвечу на некоторые вопросы по поводу какие маточники мы раздаем какими номерками мы метим наши улей и так дальше все встречаемся на тачке бакфаст еще раз привет друзья ну что ж мы на тачке бакфаст раздаем слова нам маточники маточники на выходе хочу там были вопросы по маточниках полную некоторые вопросы хочу на них ответить смотрите грузим мы 6 рамочники грузили в понедельник потому что во вторник мы грузили загружали 6 рамочники на тачке карника ну как бы много работы поэтому в понедельник ну в основном мы загружаем по вторникам по воскресеньям раздаем маточники вопрос был такой что почему мы раздаем маточники так долго через такое время ответ прост так как очень много работы это не 10 штук это не 20 это сотни потому что мы еще и на карнике так точно также работаем просто некогда играться с изоляцией маточников чтобы допустим сегодня мы трусим пчелу а завтра раздать маточники как многие делают это нужно изолировать маточники на это у нас на нет времени а так мы в понедельник вторник сделали отводок часть пчелы с этого я сейчас покажу сколько пчелы остается в этих ульях часть пчелы возвращается назад улей остается в улей молодая они тянут свищевые маточники извините ветер они тянут свищевые маточники и мы потом вот воскресенье мы просто берем свои зрелые маточники и раздаем в эти семьи поэтому за все время сколько мы так практикуем не было сбоев чтобы разгрызли маточник и ну вот какие-то сбои потому что если дать маточник на второй день его могут разрызть его могут если не разрызть матка выходит могут матку трепать за крылышки тягать за лапки мы это проходили это из практики это не из теории из практики поэтому лично я у себя на пасеке отработал такую систему что вторник мы делаем отводки вот такие 6 рамочники а воскресенье допустим ну через пять дней не раньше чем через пять то есть пятый шестой день мы любим а так от пяти до семи дней но не раньше чем три дня это точно мы раздаем маточники зрелые маточники на выходе то есть там уже маточники и шевелятся принципе давайте я сейчас покажу словик уже там что-то раздал пошлите покажу вам мы уже заканчиваем практически вот маточники сами вот крайне давай возьмем солнышко спряталась но вот смотрите вот маточник это бакфаст наш не знаю будет вам видно солнышка нет в этом уронил в этом спустя себе может быть только единственный минус в том что мы можем поставить маточник если он там не дозрел там захолол и так дальше но мы это тоже очень учитываем если нам подозрительный какой-то маточник у нас мы просто доставим в отводочек по два штуки то есть два маточника с 2 один точно выходит и ну чтобы не было никаких проблем мы просто берем маточник вот они хорошо видно сейчас просто солнышко спряталось не знаю как вам показать а может вы увидите не видно не фокусируется то есть зрелый маточник там матка уже шевелится то есть проблем проблем я не знаю как вам показать видно может не видно надо чтобы плохо видно солнышко спряталась то есть нот я на просвет когда так смотрю я вижу что матка там шевелится поэтому ну тут нечего бояться этот маточник можно возить перевозить ничего страшного нет и вот эти маточники мы раздаем в нуклеусе поэтому сбоев никаких за время эксплуатации не было ну и вот например давайте теперь покажу по по пчеле вот мы трусили пчелу в понедельник сегодня воскресенье вот мы грузили это кормовая заставилась но закрыла как бы и медовая вот это было расплод и трусили пчелу вот сколько пчелы осталось то есть часть пчелы слетела вот часть пчелы слетела и вот в улей осталось вот сколько пчел вот покажу покручусь с разных сторон ну я считаю что пчелы предостаточно вот здесь хорошо сидят 1 улочка 2 3 то есть и мы ставим этот маточник на выходе который там уже шевелится я не знаю видно вам нет просто берем и даже не ищем маточники свищевые то есть нам не нужно делать работу по удалению маточников вот и все туда моего все и накрываем вот в принципе одной рукой неудобно вот принципе так происходит у нас формирование хоть 6 рамочников хоть 3 рамочников да есть пчелы где-то больше слетает где-то меньше потому что она трусится на одном точке если бы мы вывозили то чего было бы больше ну а так как мы вот там трусили сюда приносили то часть летной пчелы ушла ну давайте посмотрим еще от 1 еще один вот тоже самое видите сколько пчелы мы трусили вспомните наше видео и сколько пчелы осталось четко видим что пчелы 1 улочка 2 ну и тут по краям они сидят что здесь чуть-чуть что здесь он чуть-чуть все сюда мы ставим маточник свищевые если хочется поиграться мы можем по выламывать но скажу честно мы их не выламываем потому что выходит матка она сегодня завтра выйдет и разгрызет все свищевые маточники вот и весь секрет но это не секрет вот и вся наша такая работа по раздаче маточников все очень просто мы не играемся с изоляцией маточников мы раздаем зрелые маточники на выходе в в нуклеус в котором уже слетела пчела этот маточник не разрезают этот маточник он выходит матка разрезает все свищевые которые были ну и открою еще маленький секретик когда нам нужно маточное молочко для сбора мы делаем вот в понедельник мы сделали допустим шестирамочник и через трое суток через 72 часа там будет свищевые маточники маточники налиты маточным молочком мы берем шпатель и забираем оттуда маточное молочко все то есть тем самым мы ломаем и маточники но это не всегда так потому что на сотни уликов невозможно это все сделать но кто хочет собирать и маточное молочко может делать точно так же то есть понедельник грузим улей через три дня через 72 часа мы собираем маточное молочко тем самым ломаем свищевые и через пять дней получается мы раздаем маточники на выходе и все до слова на ну покажем ночью слетел вот видите вот там видно есть вещевые есть висят славик поставил и все ну давайте вот еще возьмем маточник просто солнышко нету чтобы вам показать что они там шевелятся уже вот солнышко вышло вот реально то есть вот видно потому что падает куколка но тут еще не шевелится тут еще не шевелится но все просматривается в принципе вот так то такие маточники у нас еще надо раздать остатки короче как то так ветер не дает нормально работать все друзья были вопросы по поводу номерков чем мы номеруем на компьютере мы набрали цифры от 1 до 200 там какого-то и зимой моя жена любимая танюшка все это ножничками делать то нечего зимой и повырезала и у нас поют на каждом листе а четвертым получился трафарет с цифрами купили баллончик краски попшикали и вот такие у нас номерки получились пронумеровали ульи с двух сторон то есть номер получился с двух сторон чтобы можно было и сзади и спереди посмотреть да слорен тебе нравится раздача маточников через пять дней но все а что ты такой недовольный передай привет передай привет всем привет словам работает никогда ему ну а ну покажи что ты тут работаешь так берешь маточник не проверяющего не все нормально саван уже уверен сален просто знает что у брата маточники только слова научить надо он ставит маточники стал его сюда там где больше пчелы став маточник они там где меньше сразу видно молодой еще пчеловод надо ставить маточники там где больше пчелы чтобы он не дай бог не захолол хотя он уже зрелый ничего там не захолонит он просто может быть задержка по времени выхода из-за холода так все вставь ну все друзья будем мы раздавать тут хотя мы уже все раздали тут чуть чуть нам осталось вот такое видео опять у нас получилось может быть еще что-то мы упустили ну принципе все просто трусим пчелу пчела слетает раздаем маточники новый проблем теперь только дело за погодой природой за богом чтобы были хорошие облеты матки эти облетятся и пойдет шестирамочники развиваться будем доставлять только он смотрите сколько там сколько пчел я показывала и доставлять только ващинку и все и будет пакет который отводок который пойдет в зиму а весной это будет пакет банка 100 все как то так ну если надо будет матку там продать мы всегда можем взять оттуда матку и отослать вам все друзья с вами был канал иван фабро словен пасека словена у ли апекс которые нам очень-очень нравятся и мы их готовы рекламировать и по-дружески потому что мы дружим с производителями и потому что они реально классные ну и если бы нам они не нравились мы бы их не покупали до нас их уже больше 300 штук чем 300 поэтому мы не останавливаемся нам они нравятся будем работать и дальше и вам рекомендуем у ли апекс это матки это отводки пакеты и даже мед но и можно даже меда качнуть отобрать тесто есть хочешь что-то сказать крутые улей а крутые улей славик решил про рекламировать добренько друзья все всем желаю удачи до новых встреч пока удачи Субтитры сделал DimaTorzok